Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Федеральное агентство новостей? Да. Меня зовут Андрей. Я бы хотел выразить вам претензию за распространение фейка. Так, а можете уточнить? За 16 апреля 2022 года новость у вас. Экипаж БМП под командованием сержанта Краснова уничтожил более 25 националистов. Появился перехват сообщения с этим самым Денисом Красновым, где тот недоумевает в разговоре с женой, как так получилось, что он стал героем этого фейка. Сейчас, секундочку. Ну, это у нас ссылка на звезду. На звезду? Да. Да, да. Мы сделали после рейтс по этому материалу. Так вы же тоже проверяете новости. Ну, или, по крайней мере, провержение напишите. Авиация российская недавно попала в торговый центр в каком городе? Кременчуг, по-моему, да? Ну, это не торговый центр. А просто сам перекинуться на него. Нет, по торговому центру. Там же кадры были. Как вы это событие освещаете? Думаю, по официальной позиции на обороне РФ. А что Министерство обороны РФ заявляет? Ну, так проверьте. Нет, нет. Так а что вы, какую повестку вы даете? Я вот, как читатель вашего новостного ресурса, контролирую информацию, которую вы подаете. Погибли 18 человек, десятки раненых. Это есть, что, деноцификация? В чем задача спецоперации? Убить как можно больше гражданских? Спецоперации на обороне РФ. Почему вы конкретно к этому событию? Почему к этому? Потому что это террористический акт со стороны российского государства. А почему-то до вас вопросов не возникло насчет ударов в точку по Донецку, где погибло тоже десятки человек. Возникли, возникли тоже вопросы. Но вы не спросили. Вы спрашиваете, в первую очередь, правит Кременчуг. Давайте я вас прошу про Донецк. Скажите, чья это территория Донецка? Какого государства? Это территория ДНР. ДНР кем признана? Россия. О, а кем еще? Южная Осетия, Абхазия. Замечательно. А цивилизованными странами она признана, это формирование? Какими? Цивилизованными, европейскими, США. А что значит цивилизованные? Что в вашем понимании цивилизованные? Ну с развитой экономикой и демократией, которая... Кто у нас заправляет глобализацией в мире? Северная Осетия, либо кто там? Ну это что значит, они субъект права, что ли? Конечно. Ну это ваша позиция. Я против того, чтобы бомбили Донецк. Что мы для этого сделаем? Ну что для этого надо делать? Надо уже к ИСУ обращаться, чтобы они бомбили Донецк. Так ВСУ не должны защищать свою землю, сдаться просто. Потому что Россия напала. И заявила свои претензии на определенную... Как быть жителям Донецка, которые не согласны с такой позицией? У них немножко другой взгляд на вещи. Молодой человек, жители Донецка жили нормально до 2400 года, пока туда не пришла Россия. Вот никого не убивали. Что значит жили нормально? Ну жили нормально, но никто... На русском языке говорили, никто никого не притеснял. Ну вот сколько в Донецкой области проживает? Почти 2 миллиона человек. Из них почти миллион в Донецке. И вот почему большинство тогда выступили против Украины? Где вы такое слышали, что выступили против Украины? Ну а как же, как референдум? Есть официальное подтверждение, там референдум проводили или как? Как это законодательно называется? Да, проводили в 14-м году, 11-го мая. При вас гуглю. Значит, референдум в Донецкой республике. Доверяете Би-Би-Си? Нет, не сильно. Не сильно доверяете. В воскресенье в нескольких городах Донецкой и Луганской областей Украины проходят опросы жителей о дальнейшем статусе этих регионов. Организованы группами пророссийских сепаратистов, написано. Правильно или нет? Ну да. Сами организаторы называют их референдумами. Однако они не имеют официального статуса и украинские власти не признают эти голосования законными. Если жители ДНР хотят самоопределиться, то, наверное, надо как-то и с Украиной договариваться на этот счет. Потому что, ну, Донецк, согласитесь, это территория суверенной Украины. Так ведь? Ну, Украина утратила контроль. Ну, утратила контроль, потому что Россия поддерживает сепаратистские настроения в этом регионе. Ну, так они же не на пустом месте возникли эти настроения. Они были. А в чем причина? Почему они были? Может, там не такая жизнь была хорошая? А-а-а. Ну, вот как Россия пришла, так сразу лучше стало. Понимаете? Есть разница. Ну, хуже не стало. Люди там жили. Вы можете посмотреть статистику. Люди жили на 250-300 долларов. Там люди не... Ну, надо говорить, что там была такая жизнь. Люди были счастливы. Там была цивилизация. Там не было цивилизации. Да вы что? Да. Вы можете посмотреть средние доходы. Вы можете понять, что вся эта ситуация, она не уйдет под собой очень большие экономические подоплеку. Ну, а теперь лучше стало, да? Ну, не хуже. А, не хуже. Ну, слава богу. Так, тут написано дальше. Страны Запада также не признают легитимность этих опросов. Что мы с этим будем делать? Не признали они легитимность. Ну, мы будем вообще реагировать. Реагировать на заявления стран Запада. Они для нас что-то значат или нет? Значит, только воля народа, который проживает на этих территориях. Страны Запада могут решать вопрос внутри себя. Скажите, с кем я разговаривал? Меня зовут Андрей, фамилия Паук. Зовут меня Алексей. О, ну, хорошо. А фамилия ваша? Навальный. Алексей Навальный? Так у вас стрёмная фамилия какая-то оппозиционерская. Ой, что-то вы мне... Слушайте, вы меня разыгрываете, наверное. Алексей Навальный. Ну, тёска, что ли? Ну, да. А вы Навального поддерживаете? Нет. А Путина поддерживаете? Да. Так он же врёт. Ну, это ваша позиция. Любите враньё? А может быть, вы врёте? Откуда вы знаете? Где же я врал-то? Меня зовут Андрей Паук. Ничего не наврал. Я вот посмотрел просто, что вы фейки постите. Поэтому позвонил вам уточнить. Вы отдаете себе отчёт, чем кормите, какой информацией россиян. Федеральное агентство новостей. Россияне вас финансируют. А они, наверное, хотят реальные новости. Объективные? Наша информация базируется на официальной информации Минобороны Российской Федерации. Вы что-то приводите, что пишет BBC. А кто объективнее, BBC или Министерство обороны Российской Федерации? Министерство обороны России, конечно же. Потому что это официальное ведомство, а не зарубежные СМИ. А что Министерство обороны Российской Федерации говорит о количестве погибших россиян в спецоперации? — Последняя информация была в марте. — А чего так давно? — До сих пор не называют. — А чего оно не показывает, сколько погибло? — А как считать? Для этого надо сделать... — Там, по-моему, еще Зеленский жаловался, что трупы до сих пор не забрали из Киевской области своих солдат. Российская Федерация лежала в рефрижераторах. — Ну, это слова Зеленского. Они тоже ничего не подтверждают. — А с крейсером Москва что? Пропали солдаты, родителям до сих пор не сказали, где они пропали? — Ну, это обратились к ним. Почему? Звоните в СМИ, спрашиваете... — Так это ваша работа, СМИ. Вот это ваша работа разбираться и добывать информацию, потому что мы, россияне, хотим знать. — Откуда мы знаем? Россиянию или нет? Может, вообще провокатор? — Я по-русски говорю, значит, я часть русского мира. Правильно? — Ну... — 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционирующем торговом центре. — Тут, правда, проблемка одна маленькая всплыла. Люди выкладывают чеки. Чеки о совершении покупок в торговом центре «Амстор» за 15 минут до попадания ракеты. — Министерство обороны Российской Федерации — это фейкометчики. Они губят молодых россиян, обманывают их. Около 30 тысяч, если не больше, погибло уже в этой спецоперации. Ну, если верить данным. — Каким данным? — Украинские. — Ну, а почему верить не украинскому Минобороны, а российскому не верить? — Ну, потому что они же врут. Вот по Кременчугу кто ударил? Российские ракеты, да. А они извиваются, говорят, что это постановка украинцев. То есть украинцы сами стали бомбить свои объекты. — Кто так сказал? Попахнов, никто ничего не говорил. Вы, по-моему, просто провокаторы. Вы просто уже путаете сами свои показания. — Как не говорили? А в Буче какая-то, по-моему, Захарова говорила, или кто там. Потому что постановка тоже в Буче, никто не убивал. — Я обвиняю западные средства массовой информации, и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии преступления в городе Буча. — Все, молодой человек, у него времени нет. У меня уже все мозги прожжили, поэтому давайте заканчивать разговор. — Алексей Навальный, спасибо, что вы слышали. — Желаю вам всего наилучшего. — Когда вот вы узнаете правду, вам будет стыдно. — Ну, это субъективное понятие. Вы можете считать любом что угодно. — Это объективно. Россия напала на Украину, убивает мирных жителей. Вот просто убивает, потому что проиграла уже. — Ну, такова ваша позиция. Мы уважаем. — Уважаем. Спасибо. — Да прозреете вы. Вон, видите, патриарх Кирилл даже падать стал. Потому что боженька все видит. Наверное, накажет Россиюшку. — Мы молимся за это, чтобы Россиюшка развалилась на части. — Ну, вот это уже опасные слова. Это может... — И Путин делает все для этого. Слава Путину. Слава Путину. — Ладно. До свидания. Желаю вам здоровья. — Хорошего дня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Д. Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...